Мы положили микрофон, но мы работаем не на проводе, естественно. Во многом благодаря чему? Во многом благодаря тому, что кое-кто дал мне возможность работать головой. Кто мне дал возможность работать головой? Догадайтесь сразу. Тот человек, я реально говорю, ему огромное спасибо. Потому что он мне дал возможность не только головой работать, он внедрил мои руки в производство телевидеопродукции. Так что это был за человек? Ну вы не знаете. Хотя должны посмотреть мои дивные сюжеты, которые, естественно, я показываю в эфире. К сожалению, сегодня и сейчас эфира уже нет. Чпокнулись. И у меня возникает вопрос. Как я могу людям донести свои данные, используя кабельную сеть? О! Я, конечно, буду продолжать это делать, естественно. Но эфир это был лучший вариант. Но сегодня и сейчас эфира нет. То есть в феврале 2024 года как-то... Я даже не знаю, как я собираюсь отдавать деньги. Сейчас маленькие нюансы расскажу. Вы думаете, что мои сюжеты приносят мне деньги? Нет, они мне деньги приносят, но меньше. Знаете почему? Потому что если бы хотя бы меня ценили как автора, я бы получал деньги с конторы. Но, вероятно, я лох. Чмошник и вонючка. Именно поэтому деньги с конторы я не получаю, а я туда денежки свои слюнявлю. Кривенько, да? Ну, отдельная тема. Весьма интересная, да? То есть вы, когда меня смотрите в эфире, вы должны понимать, что я за все эти сюжеты проплачиваю. Нормально, да так? Да. Это, наверное, единственная страна, где вот так не ценят тех, кто занимается телевидением. Ну, жизнь. Жизнь наша другая. И почему я вам сейчас все это дело показываю? То есть для того, чтобы мозги не скислись, естественно, я иногда играю в танки. Почему я играю в танки? Маленький нюанс. Потому что это быстрое все. Относительно быстрое. То есть давайте все-таки определимся, если мы начинаем работать в атмосфере действий. Здесь есть действие, но небольшое, естественно. То есть потихонечку мы собираемся что-то новое покупать. Ну, это так себе. Вот если бы мы все это дело работали, и можно было бы биться. А, к слову, о битве. Да, я кое-что проходил, естественно. До конца, естественно. Один С штурмовик я трижды прошел до конца. Битвы в истории я тоже прошел до конца. Тогда надо было, когда стрелять, естественно. То есть кое-что прошло до конца. Да, да. Я, к сожалению, не прошел до конца то, откуда я вообще познакомился с миром искусственного интеллекта. Да, дорогие мои, мир искусственного интеллекта. То есть это сейчас, что ли? Да ну идите вы к ядрени фене. Господа мои, мир искусственного интеллекта был еще тогда, когда у компьютера, а вы не понимаете, да, это был еще Синклер. И вот тогда сам Синклер, это и был искусственный интеллект. Не то, что сейчас. То бишь, определившись о смысле искусственного интеллекта, он еще тогда был прописан. Это было 82-83 год. Это к нам немножко чуть позже докатилось, естественно. То есть Elite Dangerous, ну то, что сейчас есть Elite Dangerous. Почему я сейчас не играю в Elite Dangerous, хотя я могу играть в Elite Dangerous, потому что Elite Dangerous сегодня и сейчас это 10.60 дуал, то есть 6 гигабайт вполне нормально, можно играть, но геморрой. У меня пока нет того времени. То есть для того, чтобы вы меня еще слушали, мне приходится искать бабки, а иначе моего их сюжета в эфире вы просто нихрена не увидите. Ясно, да? То есть в свое-то время я работал на Андрея Хиловского, к сожалению, его сейчас тоже нету. Вы должны понять, что это вообще как бы мне-то не нравится, по одной простой причине, что в свое время они еще очень давно познакомились, еще было до перестройки, потому что Андрей Леонидович Хиловский был деятелем областного коммунистического подразделения партии. То есть он в обкоме находился, а у Виктора Филипповича Рашникова он тоже был в обкоме. То есть все же оттуда и познакомились. Вы думаете, что кто? То есть я бы 250 раз передумал тем дебилам, которые его швырнули, потому что это была жизнь, совместная жизнь. И вы знаете, мы сделали очень много и помогли. И продолжали бы это делать, но наркотологи, потому что я маркетологов не считаю, потому что маркетологи наркотологи, потому что они, как правило, на свой карман-то и работают. Не на карман хозяина. Нет, нет, нет. Вы не в курсе событий? Была у меня такая маркетолог, получается, когда мы работали еще со Сбербанком. Да-да-да, я работаю со Сбербанком. Вы не в курсе событий, посмотрите внимательно на YouTube. И вот она, ублюдище, естественно, потому что я уже никак не могу сказать. Она сказала, а ты со мной должен делиться. Я говорю, с чего? С того, что вы со мной беседуете. Я говорю, мы не с тобой беседовали. Вот эти отморозки, они с того момента для меня перестали быть вообще как человеками. И мне, конечно, приходится работать. Именно поэтому я пытаюсь что-то здесь заработать, но это не так уж и должно быть. То бишь, почему вы должны играть в компьютер? Потому что это мозги должны либо очиститься, либо подвинуться. Вот они у меня немножко двигаются, естественно. И я выбрал мир танков, хотя хотел бы, но это случится рано или поздно. Вопросов нет, потому что все уже красиво, будет ровно и замечательно. Но чуть-чуть позже. И почему все-таки мир танков, объясняю, быстро, быстро. То есть бой, ну, 7, ну, может быть, 12, ну, может быть, 15 минут, это уже если в оконцовке. А так, как правило, тебя побольше швыряют. И вот давайте все-таки определимся, на чем мы сейчас играем. То есть я играю вот на танке М-1. М-1, это первый наш танк, и на этом танке, в мире танка, вы хоть что-то заработаете. Маленький нюанс. Сколько я на этом танке заработал? Почему я вот сегодня и сейчас про это рассказываю? Потому что сегодня и сейчас, прямо утречком, 2 миллиона звездочек. 2 миллиона звездочек. Еще раз говорю, 2 миллиона, это не тысячи, это 2 миллиона звездочек. Сейчас все, кто смотрит, все начинают понимать, что когда 2 миллиона звездочек, это пункт номер один, наверное, что-то есть в голове. Это отдельная тема. 2 миллиона звездочек. Не у каждого, у первого уже такое количество-то есть в природе своей. Вот, 2 миллиона звездочек. То есть, если бы, допустим, в World of Tanks мы играли, то наверняка мне они бы как бы были не нужны, потому что там все легко и просто, и ты, в принципе, на пятерочке зарабатываешь гораздо больше денег, чем здесь. И если бы это был World of Tanks, то, в принципе, процедура зарабатывания денег была бы, ну, наверное, в 5 раз больше, потому что пятерочка. Там больше зарабатываешь, чем на копеечке. Но здесь, если ты вылазишь даже на трое, я уже не знаю, о чем идет речь, не знаю. Но вот это, конечно, мне все это дело явно не нравится. Ну и ладно. То есть, я же не говорю, что я буду просто зарабатывать бабки, я просто неторопливо свои мозги ставлю на место. Когда мы говорим о искусственном интеллекте, все-таки, почему я возвращаюсь к тому моменту, это был 1984 год, ну, может быть, раньше, естественно, Elite Dangerous, в смысле, Elite. Это такая жопа была. Да-да-да, это реально была сложность по одной простой причине. Потому что эта сложность включала в себя геморроидальная возможность заработать ЛИТУ. То есть, у меня это дело не получилось. Я в Elite Dangerous, тогда можно было спокойненько играть, как не нравилось, время такое было, да? То есть, одновременно мы помогали давать народу еду. А вы не думаете, да, что в 92-м году вот эта хрень моржовая, вот эта чмошная говно, которая залазит в эфир, вы думаете, что мне все это дело нравится? Нет, господа, мне не нравится. Но в связи с тем, что вы можете меня смотреть, а можете не смотреть, вот это чмошное говно моржовое, вы даже не думайте, что я тащусь от себя. Я от себя никогда не тащусь, этого не существовало в природе своей. Я не знаю, кому я нравлюсь, ну, может быть, кому-то и нравлюсь, но да и ладно. То есть, в свое-то время я не только, оказывается, вас кормил, потому что я также занимался в ларьках, а в ларьке у нас было качественное пиво и все остальное. Тогда все дело было настоящее, а не то, что сейчас. То, что сейчас, допустим, колбаса из шкур, в смысле, курица вот этой обвалки с раной, которая все, и которая везде есть. Что такое обвалка? То есть, вы не думаете, что там мясо есть? Нет, господа мои, это кости туда, а там очень хорошая такая штука под названием. Вы должны понимать, что курица, она даже, как бы вам сказать, за полгода, это что может быть из курицы? То есть, допустим, если мы берем ребенка, ну, дай-то бог, то есть косточки-то нет, понимаете? Там нет ничего, там невозможно ничего сделать. И вот эти косточки перемалываются в мясорубке. Если в нормальных странах, вот этой курицей обвалки, вот этой бурдемаги, блин, никогда никто не ест, это запрещено законом, то у нас-то в природе своей вы должны это жрать. И вы жрете всякое говно. Потому что мы идем по пути событий той же самой Америки. Вы не понимаете, что ли? Америка та же самая. То есть, мы с задержкой на полвека идем тем же самым способом, понимаете? То есть, в свое время Америка выдавала кредиты. У нас сейчас, пожалуйста, выдаются кредиты. В свое время Америка была ипотечная. Вот такая. Ну, то же самое, что и у нас сейчас. То есть, мы идем, идем, идем. И в свое время в Америке то же самое. То есть, что необходимо сделать в любой стране? Это восстановить количество людей. Ну, конечно. Все сейчас и говорят, давайте больше, больше, больше. Только вопрос, как вы их будете кормить? Вот этот вопрос одинаков. Для меня естественно. То есть, я не понимаю, каким макаром. То есть, я еще ребенка своего еле-еле сделал хорошо и красиво. Но вы должны понимать, что если есть у меня ребенок, то я работаю для него по полной программе. Он для меня нужен. И у него было такое детство, у которого не бывает 98%. Ну, я любитель детей, понимаете? Для меня дети это идеал. По одной простой причине, почему дети для меня идеал. Потому что у детей нет воровства, который... Хотя сейчас, наверное, уже есть это дело воровство. Но с ребенком, когда я с ним беседовал, у него не было этого дела воровства, понимаете? Это сейчас ему нужны какие-то там планшеты. Особенно вот эти сраные телефоны. Вот. Обыкновенный, мой личный телефон. По нему еще убить можно. Я по нему болтаю. Я никогда не буду все это дело смотреть. А вот сейчас народу с головой там все сложности. Ну, да ладно. То есть, вот такая ситуация. То есть, я любитель детей. И, конечно, для них все. Потому что это мои дети. Что же касается вот этого дела, и почему вы все-таки вернулись к нашему дивному интеллекту. Еще раз, в третий раз говорю. То есть, в тот момент, это был 94-й год. Ну, для нас это было немножко чуть позже, естественно. Ну, не такие резвые, да? То есть, у нас компьютеры появились. Я его купил, свой первый компьютер. Как раз в 90-м году. Сначала я это дело увидел у Виталика Куркина. Я как-то пришел к нему. А мы сначала, первоначально, знаете, вот у нас такие штуки были. Есть маленькие. Сейчас, сейчас, сейчас. Мы, знаете, компьютеры вбивали построчно. Не в курсе событий. Ага, ага. Лошарова. Техника молодежи. Луналет. Там, наверное, 60 команд было. Его потихонечку внедряли. Потому что у меня был МК-54. Такой, калькулятор подлиннее. А у него МК-62. Длинный калькулятор. И там мы... Это одинаковые штучки они были. Ну, немножко... У меня пошире было, а у него подлиннее. То есть, мы взлетали. И как-то я к нему пришел, говорю, покажи мне свой компьютер. Я не знал, что у него компьютер появился. И он не показал свой компьютер. Да-да. И потом я уже тоже купил себе свой компьютер, естественно. И вот одновременно с тем, что мы его скормили, мы занимались. И маленький нюанс. Я еще раз говорю. Тогда искусственный интеллект был очень серьезная процедура. То есть, надо было очень серьезно работать. И вот тогда он работал почему? То есть, чем выше вы хотели квалификацию, тем сложнее были задания. А-а-а! Клево, да? И чтобы элиту добиться... Нет, не получилось. Я только был в Dangerous. А Родион Сагдеев вместе со своим братом Сергеем Сагдеевым... Вот. Они вдвоем играли, и у них получилась элита. Ну, понятное дело, что я бы не смог физически, потому что столько времени не было. Надо было еще институтом заниматься. То есть, я одновременно еще и в институте учился. Клево было, да? Кормили, развлекались, играли. Еще кое-что делали. Вот. Это было да. Это было да. То есть, когда мне сказали, было бы, наверное, сложно попасть в эпоху перемен. А-а-а! Ничего-ничего. Мы как раз в эту эпоху перемен влетели. То есть, при мне развалился Советский Союз, потому что я должен был... К сожалению, не получилось мне стать пилотом, потому что тварь не дала мне это делать. А в 91-м году я собирался в партию вступить. Ну, вот не получилось, да. Там ублюдки устроили, развал Советского Союза. И тут понеслась душа в рай. Ну, так вот. Тогда это было реально сложно. Что сегодня и сейчас? Во! Вот мы сюда пришли. И почему я работаю все-таки на копеечки, да? Почему 2 миллиона? 2 миллиона даже не просто так. Ну, что вы поняли, да? Что за 2 миллиона... Ну, практически это было и то, что случилось. То есть, у меня сейчас получился одна десяточка. Во! Во! Да-да-да-да-да-да-да-да. Объект 430У. Вторая десяточка. Т62А. Это все на 2 миллиона было, да? Не торопитесь. Еще одна десяточка. 277. Хороший танк. Замечательная у него пушка была. Неплохая, отличная даже. А, это самый лучший вариант. 152 миллиметра. 750А. Нормально все, да? То есть, 6. А, 4. Не торопитесь. Куда вы так торопитесь? То есть, это все вот. Вот еще такая штучка была. Это забоны. Вот. М60, да? Нормально все? Не торопитесь, не торопитесь. Не торопитесь. Вот еще тоже забоны получилось, да? Что, показывать будем? Покажем однозначно. Вот еще один такой танк. То есть, как бы, ну, понятно, да, что я не просто так этим делом занимался. Еще и копил, естественно. Но если бы мы были бы в World of Tanks, мне бы не пришлось работать и вот эти 2 миллиона тугриков на МС-1 получить. Там было бы гораздо все быстрее и вкуснее. Но, к сожалению, в 2022 году они разосрались. Все это отдали москвичам. Вот. А москвичи решили, типа, поджать всех подряд. О, это называется поджать всех подряд. Поджать всех подряд. Да, да, да. Каким образом? О, вот эта жопа была. То есть, они говорят, плати бабусики. Я говорю, а с чего я тебе должен бабусики платить? Ну, плати бабусики. Ну, я, конечно, немножко заплатил. Больше не буду платить. Естественно, куда еще столько. А вот теперь мы говорим, вот это называется внедрение человека в искусственный интеллект. То есть, понимаете, да? То есть, Elite Dangerous раньше, чем сложнее, тем геморроиднее. А тут не совсем все так. То есть, вот мы сейчас немножко искусственный интеллект made in World of Tanks, в смысле мира танков в российских. То есть, чем его добавляют и чем он немножко становится бузючным. То есть, постоянные какие-то у вас штучки. Я так понимаю, что они все должны быть одинаковые. И в некотором смысле, то есть, где-то все вечерочком, все пытаются куда-то залезть. Все примерно одинаково. То есть, и когда вы сможете сделать что-то красивое и ровное. Красивое и ровное. Когда? Ну, чтобы это не было геморроидально. Чтобы вы там не работали 2-3 часа и ничего не получили. Самый лучший вариант – это ближе к 2 часам ночи. Ну, по Магнитогорскому времени. То есть, 12 часов. Это по московскому времени, естественно. Тогда уже как бы, ну, большая часть. Хотя, по сути событий, когда мне говорят, что мир танков имеет продолжение банкета, что если, типа, самый крутой, во-первых, он далеко не самый крутой. Но это обыкновенная шняга. Ну, да, красиво, ровно сделано. Ну, и все. То есть, когда мне говорят первое место, то вы о чем там говорите? Это понты. Не надо внедрять никому по этих кривых помидорах. Самый простой вариант – вбивайте. Top of Games in whole world. Это называется по-английски. Не слышишь, да? Зря. И вам сразу показывают, что это далеко не первая. И даже не десятая. И даже вообще никакая игра. Ну, которая более-менее работает. Работает, потому что это быстро. То есть, вот тогда, примерно в это время, вы еще что-то можете заработать. А так они хрена не заработают. Это я вот кровь из носа. То есть, почему? То есть, я в танки играю вечерочком ночью, естественно, а потом быстренько-быстренько все это дело проходит. Сейчас начнется какой-нибудь геморройчик. То есть, они скажут, а, ух ты какой муюк. Давай-ка мы еще вечерочком дадим тебе просрать. Каким образом все это дело меняется? То бишь, внедряется дополнительный искусственный интеллект, сделанный от человека. А ли вы думаете, что все внезапно, картиночки начинали рисовать? Нет. Это не картинки рисуют. Это человек уже продумал, внедрил мысль. И уже вместе с этим идет программное обеспечение, которое дорабатывает саму структуру, саму графику. Тут ничего хорошего нет, сложного тоже. То же самое, когда люди, допустим, у вас есть человек, который вам что-то рассказывает о бытие, то есть, Алиса, да? То есть, если вы захотите узнать что-то свое, она просто скажет, что она лошара. То есть, есть определенные характеристики фрагментации человеческой речи. На середине где-то вот они это все делают. На середине. Может быть, даже не на середине, а может быть, ближе к низу. Потому что, если вы зададите там серьезные вопросы, там гиперболоидный инженер Агарина, ну, ради прикола, или что-нибудь там из разряда поинтереснее вещи, физхимия, есть такие вещи, зададите вопросы. Если дело она хоть что-то сможет, ну, тогда это будет круто. Но если не сможет, ну, я вам еще раз говорю, это вот разряд 20%, на чем основная часть людей беседует. То есть, там ничего сложного нет. Что касаемо, если мы будем говорить о наших дивных событиях, то есть, допустим, такие часто случались варианты, что вдруг внезапно, вот что у него интересно, допустим, мы когда говорим про мир танков, это люди, которые не являются ИИ, искусственный интеллект, вот этот искусственный, он, как правило, две точки. Но, как правило, то есть, вы играете, и вдруг откуда ни возьмись, серьезный парняга из той же оперы, да, и вы вылетаете в самом начале, нажимаете выход, то есть, надо понимать, да, что там за вашей бригадой, из которой вы выскочили, то есть, еще, допустим, шесть человек искусственного интеллекта вашей, а у них также шесть человек искусственного интеллекта и один нормальный. И почему сразу же все это дело переделывается? Чистый обман. То есть, оказывается, что в некоторых событиях, когда уже народа нету, они уже внедряют искусственный интеллект, но это не искусственный интеллект, это искусственный интеллект, да, но дальше нет речи, то есть, допустим, если вы выкинули, то есть, надо понимать, что тот должен некоторое время, допустим, ну, там еще где-то пять минут семь, работать, дошибать всех. Нет, ни хрена, сразу же вылетаете, и вам получается результат. То есть, вот в чем искусственный интеллект с внедрением этой самой мысли. То есть, она уже и тогда работает на том уровне, что вы пролетели, мы это сделали, и когда мы говорим об искусственном интеллекте, искусственный интеллект не значит ничего без человека. О, ясно? То есть, они внедряют дополнительные вещи в эту игру. Ну, я не знаю, может, это кому-то нужно, ну, как бы вам сказать, ну, может быть, нужно, может быть, не нужно, но не надо думать, когда мне говорят, что что-то может поменяться, оно ничего не поменяется, пока туда не влезло говно под названием «человек». потому что, как бы вам сказать, когда все это дело случится, когда искусственный интеллект своими руками сможет сделать что-то без человека, сделанное для себя, тогда это возможно. Но случится это не сегодня, не завтра, да и вообще без человеческой мысли искусственного интеллекта пока не может быть в природе своей. Возможно, когда-то мы дойдем, да это Бог, это делается чуть-чуть побыстрее. Я не знаю, смогу ли я жить вечно или нет. То есть, я верю в Бога нашего, естественно. И Господь Бог дает мне возможность жить. Получится, не получится? Как бы сказать, когда мне говорят, «Житие здесь», я говорю, а для чего «Житие здесь»? То бишь, «Житие здесь» — это работа не совсем на Господа Бога, потому что Господь Бог дает нам возможность пожить в атмосфере ада. А, не слышали про него? Зря, кстати. То есть, вот ад, мне сейчас не дает возможность съездить за рубеж. То есть, он уже так сделал, что я, конечно, попытаюсь попросить деньги, естественно, когда это будет нужно, естественно, и у вас в том числе. Потому что, если я не буду лечиться, то рак меня очень быстро прибьет. Я даже знаю, что случится. Не в курсе быть? Объясняю. То есть, у меня начнет голова болеть. Потом руки начнут правая рука неметь. Потом комы. И все. То есть, когда мне говорят, ну, что у тебя все будет хорошо и красиво, я говорю, ну, может быть, а может быть, не быть. Верьте в Бога нашего. И вот, да, да, нет, нет, суд будет, естественно. Но я хочу сделать так, чтобы вы жили более качественно и с мозгами. Именно поэтому я залажу в этот телевизор. Именно поэтому я делаю эти сюжеты. Именно поэтому я вам говорю, что человек, вот это звучит гордо. И не надо думать ни о чем другом. Может быть, жизнь, она немножко другая, поверьте мне. Она реально другая. Верьте в Бога и все будет нормально. И, ну, это так, это ради прикола. То есть, это показатель того, что людям что-то перепало и они пытаются только себе заработать. Не обращая на вас ну никакого внимания. Клёвенько, да? Субтитры сделал DimaTorzok